Тимофей Евгений Петрович, Ленинградская партийная организация. По моему мнению, что у нас только одна единственная рабочая партия. Это нас. Именно поэтому, как мы согласны, не согласовать, должно быть большинство рабочих. По названию рабочих, много прав. Возьмите вот нашего саратика. Самый близкий там РКРП. Маленький пример. Когда, Николай Васильевич, не та саратика, когда решили в оргбюро включить одного рабочего Тимофеева. Рабочего. Косми, убегли, все. Не избрать его сумму. Семь человек, к семи человекам одного рабочего. И то, не включением. Испугались. Пустить рабочего. Вот вам пример простой. Теперь по профсоюзу. Мы тоже, когда начинали российский профсоюз Доккера, мы именно начали с условий труда. И сейчас, ведь как токарь, он сто лет стоял у станка. И сейчас он стоит. И еще сто лет он будет стоять. Это вредный фактор. Вредный фактор. Ну и много таких специалистов, которым мы не интересуемся. Но они там наверху, это все следят. Лет пять тому назад замминистра по труду выступил. Вот у нас в России 31% трудового населения работают в обретых условиях. Если они все оформляют право заболевания, то надо более государственных платить 1,9, что ли, 3 миллиарда, там, или 2 миллиарда. Если у государства денег нет, работодатели вы сами будете платить. Работодатели. Вот поэтому сейчас родили специальную оценку условий труда. Для того, чтобы не улучшать, ну улучшать на бумаге, а на самом деле это дает им право изъять вредный фактор. Мы не контролируем, многие профсоюзы не контролируют вот этот процесс проведения замеров. Они сами проводят. Естественно, везде будет стоить цифра двойка. Эта двойка в нормальном условии труда. И поэтому, если поставили на одном рабочем месте двойку оценку, то все, на этом месте уже дальше замеры не проводятся. То есть рабочее место нормально. Вот именно когда у нас тогда, ну там в другие времена, мы сейчас тоже в Бриттенфарк 3. Вот эти мы упустили. Самый главный момент для рабочих. И с этого вот именно надо начинать. А то, что вот сейчас так и так, я смотрю вот на нашу партийную организацию, так, очень много молодежи. Вот я уверен в том, что это уже начало наших, когда мы заложили еще первые наши общественные организации за ленинизм и коммунистические ориентиры рабочего класса. Тогда было несколько человек, а сейчас вы посмотрите сколько. Время идет. Я уверен, что вот наша партия, которая стоит в руководстве, именно служит для рабочего класса, и мы на правильном пути. Я думаю, что мы эту трудную задачу все равно, не сегодня, не завтра, но все равно преодолеем. Все равно за нами следят, все равно рабочие интересуются и пойдет, и сдвинется это. И мы тогда остаемся в истории. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ